Поднимите левую руку, кто считает себя счастливым. Держите ее. Ой, вижу, не поднимаю. Скромно. Держите, держите левую. Поднимите теперь правую руку, удерживая левую. Правую руку. Кто чувствует себя счастливым? Можно чарп. Вперед так вытяните. Вперед. И сожмите в кулаке. Держите ваше счастье крепко. Разожмите. Сожмите. У меня вопрос, а что вы сейчас удерживаете? По мне это воздух. Люди придумали, чтобы понимать, что такое счастье для образа. Птица счастья, да? Поймать за хвост. Первое, что делает ребенок, он тянется. До него мама счастья. Но мы когда взрослеем, мы, наверное, где-то перестаем понимать, что это. Но мы просто чувствуем. А скажите, кто ежедневно задает себе эти два вопроса? Чувствует ли я себя счастливым? Или счастливые два человека? Да? Три. Раз в неделю? Раз в месяц? Так, зачем? Раз в месяц? Раз в год? Раз в год? Хотя бы, минимум. Задает себе эти вопросы. Сейчас, как и я. Ну, будем считать, что иногда задаем. Только у меня вопрос, зачем? А кто подумал? Зачем вы задаете этот вопрос? Двигаюсь я в правильном направлении. И как вы обычно отвечаете? Вы себя спрашиваете. Счастливый, да? А так? Как вы себя отвечаете? Гармоничная лица сферы у меня развиты. И какой ответ обычно? Супер классно. То есть да, нет. Или можно улучшить что-то. И так далее. Ну и все-таки, а нужно ли задавать себе эти вопросы? Как вы считаете? Нужно. Тогда у меня по-другому. Давайте еще раз. Кто считает себя счастливым? Поднимите, просто поднимите. Хорошо? Теперь, кто-нибудь, кто-нибудь, просто не отвечайте прямо из-за. Почему вы думаете, что вы счастливы? По одному ответу. Пойдем. Я ощущаю. Отлично. Еще. Почему вы думаете, что вы счастливы? А? Потому что я живу. Еще. Еще можно. Пишу. Люблю. Да. Еще. То есть у вас нет ответов, или вы не задумывались? Хорошо справлялись с проблемами. У меня есть то, что я хочу, из чего? Материальное есть. Счастливая семья. Счастливая семья. Вдовлетворенность – это что? Семья кто-то сказал, да? Качество. А, ну вы считаете на слово «качество». Секс. Отлично. А качество и количество. Я понял. Семья кто-то. Семья кто-то. Семья кто-то. Семья кто-то. Семья кто-то знает. Ну, где это, где кому учат? Ну, понятно. Трейдинги, да, например, книги. А? А вы спойте. Хорошо. То есть куча литературы по тому, что такое счастье, да? И как вы счастливы, и так далее. А теперь представьте, что этих книг нет. Что? Статус? Статус. Статус. Да, представьте, что вы не знали этого, то есть нет этих книг. Тогда бы вы задавали себе эти вопросы? Все равно задавали. Я скажу так. Мы были бы максимально счастливы, если бы не другие. Но они нам мешают. Они нам мешают. Да, я всегда сравниваю. Ну, потому что мы же видим друг друга, правильно? И начинаем вот эти вопросы себе задавать. Но дальше ответа «да» или «нет» обычно человек не размышляет. Нет. Я счастлив сейчас? Да, я счастлив. Все. Хотели бы дальше поразмышлять? Почему я счастлив? Все. Да, вот эти ответы, которые мы сейчас получили. Есть вот эти, которые очень любят задавать вопросы, которые нас постоянно куда-то двигают. Вот так их. Дети. Постоянно. Я пять лет назад, получив вопрос, вот именно пять лет назад, начал задумываться, что это такое. Искать источники, искать некоторое, для того, чтобы, может быть, вывести какую-то форму технологии. Объясню почему. Потому что в пять лет ребенок задает вопрос. Папа, мы счастливая семья? У меня есть два варианта ответа. Если я скажу «нет», он не понял, почему. А если я скажу «да», что он спросит, почему. И вот это, когда мне пришлось ответить «да», и я с ужасом жду следующего вопроса, и он говорит «почему?». Присчитаю, что мы счастливы. Что бы вы ответили? Мы дружная семья, отлично. Ребята, мы так счастливы. И он даже, а что такое дружность? Пять лет. Пять лет. Пять лет. Отвечайте. Почему у нас счастливая семья? Хорошо, дружная. А? У нас все хорошо. Отстань. У нас все хорошо. Потому что. Доверие есть. Так. Так. Это мы сейчас с ребенком разговаривали. Папа, ты сейчас с кем говорил, да? Папа, что такое самоорганизатор? Ребенка, ты представляешь, я тебе ответь. А? Мы тебя воспитываем, если ты не хочешь. Папа, не воспитывай меня. Да. Папа, не воспитывай меня. У нас есть ты. А. Класс. Есть что покушать, есть где жизнь. Да, вот понимаете, этот вопрос запустил некий процесс размышления, который для нормального человека, который хочет чего-то, нормально про это размышлять, правда? И вот мой, вот этот, вот этот, вот этот источник, да, меня постоянно всегда заставляет что-то делать, вставать и утром, не знаю, там, поехали в лыжи в курорт, я и не хотел лыжи расслабить, пришлось, да, он заставляет меня зарабатывать и так далее. Без него было бы, я помню, счастливо, шутка, то, что я сказал, мы были бы счастливы, если бы не людей. Так вот, эти размышления привели к тому, чтобы, для того, чтобы помогать некому бизнес-трейлеру, а людям-другим, нужно понимать, из чего это все дело состоит. Причем так, чтобы собрать некий универсальный субъект, модель, универсальный, так, и чтобы она была ясной, понятной ребенку. Например, я ответил так, смотри, у нас крепкое здоровье, в этом участке, да. Мы ездим путешествием, ну, это первое, что пришло тогда, что мы отпускаем, а у нас есть, ну, какой-то минимальный набор, материальный набор. Ты учишься, ты, там, ходишь на кружки, ты одет, работ, и так далее. Это то иностранное, что тогда пришло в голову. Но в процессе я задумался, а что же можно было бы еще? Слово счастье, оно эмоциональное. То есть, действительно, когда мы хватаем или что-то, или счастье, или что-то, или что-то, или инфементное, правда? То есть, это больше состояние. И, если я говорю, что я счастлив, я не обязан никому это доказывать. Согласитесь, да? Ну, вообще никому. Я в своем поколении жизни не счастлив. Только мне решать, хочу ли я быть более счастливым, мне решать, хочу ли я обращать внимание на людей, и сравнивать себя, и так далее. А поэтому я заменил слово счастье на слово качество. Качество более такое, какое-то такое слово, которое хочется пощупать. Правда? Давайте дадим определение слову качество. Попробуем. Что для вас качество? Наверное, на примере товара или услуги. Парад и ты. В соотношении наших парад. Надежный материал. Получено. Материал. Надежность. Надежность. Это большее, да? Такое слово надежность. Безопасность сейчас. Удобство еще. Функциональность. Ну, некая долговечность, может быть. Качественная вещь, она... Баланс цены и заявленной ценности. Правда? Ну, да. Не всегда. Поэтому есть параметры, как сказать. Правильно? Чему-то. То, что вы, в принципе, и назвали. А какая вещь в мире самая дефицитная, самая монопольная, самая эксклюзивная? Вода, время. Хорошо, еще. Какие? Надвечными вопросами. Еще. Какая вещь? Деньги. Деньги. Самая эксклюзивная? Самая монопольная? Самая индивидуальная? Наверное, жизнь? Наверное, жизнь. Жизнь, условно говоря, неповторима. Правильно? Она индивидуальна. И предположим, что она одна. Ну, есть просто, так сказать, науки и так далее, которые доказывают нам обравленно. Итак, если мы заявляем себе, себе, не кому-то, что жизнь — это ценность, она должна быть качественной. Правда? Я хочу, чтобы мы в результате нашей встречи обсудили этот вопрос мозгомца и вы шли с каким-то пониманием, некой формулой, а что же такое качество. Потому что, когда не знаешь что, ты не умеешь этим управлять. Ну, если мы хотим покупать более качественную, мы должны понимать, а на что мы можем повлиять, а на что не можем. представьте себе, что вы в магазине ткани. Я прихожу, как покупатель, я говорю, дайте мне метр вот этой красной ткани. И у вас вдруг под рукой не оказывается... Интересно, вам нечем отмерить. Что будете делать? Руками. Отмерьте мне метр сейчас все. Покажите мне метр ткани. Смелее, смелее, смелее. Показывай. Показывай. Так, вы меня обманываете. Нет, я говорю, что метр это вот так, а метр не вот так. Стандарт, правда? Покажите. Почему? У вас свое представление метр есть. Почему вы вдруг, что вы там показываете? Так. У вас это откуда? Откуда вы это? Знаете, что это метр. А? За школу. За школу? Без опыта. Ваши плоти. А я хочу по своим мерить. Дайте мне ткани на мои локти. То есть, чего не хватает здесь? Вот у нас конфликт, да, происходит? Какого-то стандарта. Какого-то стандарта. Человечество для того, чтобы не было каоса, чуть-чуть упорядочить нашу с вами жизнь, придумал эталон. Вы видите на столе, лежит эталон чего? Нет. Это эталон метр. Как бы вы мне не говорили, так, нет, так, я могу обратиться сюда, правильно? Потому что когда-то люди договорились, что вот это метр. А вы уже там сами решаете, что для вас это. Но для меня метр, это вот это. Понятно? То есть, и спорт, она сразу решается, только если мы с вами договоримся следовать чему? Стандарту, да? Потому что если мы не договоримся, то, в принципе, это будет конфликты постоянно. То есть, вот это метр. Но там же рядом тоже у нас есть эти разные штуки. Вот это что? Эталон килограмма. Я, честно говоря, не знаю, почему он под колпаками. Наверное, чтобы пыль там не попадала. А. А. Тоже влияет, да? Да. И так далее. То есть, есть абсолютно все эталоны. Я не помню, институт метрики, там, где работают, там, и так далее. Все это для того, чтобы чуть-чуть упорядочить что-то. Что-то. Например, а, ну, мы про деньги говорим, да? Когда-то деньги были привязаны к золоту, как эталон. Как только этот эталон убрали, немножко пошел хаос. Слушайте, непонятно, относительно чего, что-то нет. Мы сейчас не будем разбирать, зачем это было сделано, но это факт. Да? Как только убрали эталон, пошел беспорядок. Ну, такой, провокационный вопрос. Кто считает свое тело красивым? Конечно, сразу используется. Точно? Точно. А в Древней Греции, например, вам бы сказали, ты че, вам еще расти, расти. В Древней Греции, да, был эталон красоты тела, мужчины, женщины, к которым мы стремились, которые, на факте, там, что-то делали, да? И на сегодняшний день таких эталонов, опять же, таких много и хаоса много. Такое слово, как мода, вообще выбивает полностью. Что сейчас? Докажи, что это мода. Чем больше информации, тем не хуже. А это эталоны тела. Тоже можно мерить относительно эмоцистрения и агрессии. Раз тут мужчина и женщина, значит, у них есть взаимоотношения. А ну-ка, давайте подумаем, существует ли эталон взаимоотношений. И какой? Какой, а? Хорошо, при этом. Одно направление. Хорошо. Одно направление. Выставляете? Почти в одном направлении. А, видите, уже происходят у нас, у нас происходят уже так разные мнения. То есть, а мы ищем эталон? Нет, эталон может быть. Доверие, а как проверить? Ты не доверяешь? Достаточно ответа? Я проверю. А, я считаю, что это оно в отношении множество, потому что отношения для Карцева... Абсолютно. Но смотрите, о чем мы говорим. Я абсолютно согласен. Но смотрите, о чем мы говорим. Чтобы чем-то управлять, нужно понимать, из чего оно состоит. Правильно? Вот так же? И поэтому, если я хочу понимать, что наши взаимоотношения доверительны и развивающиеся, я должен понимать, а из чего... Как мне проверить? Какие-то параметры, да? Какие-то параметры, мы их сейчас ищем, но вы высказали такое мнение, что эталонов взаимоотношений не существует. Хорошо. Может, еще кто-то? Я ничего не сказал. Абросители. Так же, как и метр. Вы можете жить в своей метре и подчасти. Я когда-то об этом подумал, и я хочу просто свое предложить. Вы можете оставаться в своем мнении. Но для меня показателем взаимоотношений будет следующая ситуация. Воскресенье. Сегодня воскресенье. Семья в сборе. Идиллия. Муж и жена сидят, например, дьют, что-то там, подключают, смотрят телевизор, или там читают что-то, или телефон, как обычно, компьютер. И муж такой, ой, какой кайф, у нас такие отношения с тобой классные. У нас все хорошо, мы догоряем друг друга, мы смотрим потом на проблеме, мы разгребаем. Красота. И тут вдруг вырубается светом. Темнота, интернета нет, телевидения нет, свечей в доме нет. Ну, такая вот ситуация. Телефон тоже. Все, разведился. Ну, гипотетически, да, представляем. Что в этот, а пять часов вечера. И вот если они, что начнут делать? Общаться. Общаться. И это будет, ну, как бы сказать, в потоке, да, безберегно. Это показатель взаимоотношения. Если не о чем говорить, если не о чем говорить. Вот такая, вот это мое предложение, такого эталона проверочного для взаимоотношений. То есть, если есть, о чем поговорить. Вот так вот. А там может быть обо всем. О развитии, о целях, о потом направлении, о деньгах, о деньгах. Неважно о чем, но главное, что это бесконечно это можно. Я бесконечно могу о чем-то говорить. Ну, обычно начинают говорить с кого? Перемалой хорточкой. Ну, хотя бы так. Хотя бы вот общая цель, о чем поговорить. Но если на этом все, то качества взаимоотношений, наверное, нет. Это моя такая позиция. Дальше. Между ними есть любовь. Продолжаю провокацию, провокацию. А у любви есть эталоны? Человечество пытается, поскольку оно себя знает, создать эталоны. Пожалуй, кому это наиболее ярко удалось, это, конечно, шесть. Так, про моего жалета, хотя для меня это больше эталон печали. Вот, нет повести печали и наследия, да? С другой стороны, есть некий вот такой вот эталон красивый, да? Относительно которого можно мерить силу своей любви к кому-то. Вот. Может быть, у кого-то есть другие эталоны. Хотя эталон в любви, это самый, на мой взгляд, самый ненадежный. Потому что любовь развивается. А была ли любовь, там, не знаю. Была ли любовь? В принципе, у Адама к ей не была, это точно. Он за ней пошел на землю. А вот ее к нему не знают. Извините, еще такое сказал. Высказал свое мнение. Так. Ну, теперь давайте мы поговорили об эталонах. В принципе, еще раз, для чего они нужны, чтобы что-то с чем-то заизмерять. Чтобы я мог точно что-то сказать. Так. Что, вот это метр. Это килограмма. Это взаимоотношения. Это качество жизни. Что собой напоминает жилица? Она напоминает вот такую конструкцию. Траектория красным светом. Ну, жизнь, она неровная, как мы знаем, да? По разному говорят. Полоса белая, полоса черная. Или раскачки вот такие, да? Но есть некие силы, которые ведут нас в этой же. Вы видите, там две стрелочки. Я потом повесю, почему две. Это те самые эталоны. Вот эти. Видите, две стрелочки, да? Сейчас. Это просто... Вот они. Видите, да? Силы, ведущие нас. То есть, есть два эталона, косительно которых мы можем мерить. Мерить вот этот смысл. Самое непонятное, это вот это. Человек всегда в поиск предназначения. В поиск, да? Кто может точно сказать свое предназначение? Точно. Никто. А можно по-другому? Это в целом по жизни сказать. А на данном этапе жизни кто может сказать свое предназначение? На данном этапе. А это и не везет, например. Это тоже предназначение. И на следующем, может быть, другое предназначение, да? Ну, я же говорю, это самый спорный. Если всем показать предназначение, да? Самый видный. А сколько это предназначение вообще в общем, как мы можем... Это вот этот шарик, который стремится человеку. Я же, понимаете, я с точки зрения ребенка. Я должен так понятно объяснять, чтобы было понятно ребенка. Смотри, вот этот шарик, мы кем все стремятся. К свету. К свету знаний. Ты, дорогой, стремишься к свету знаний. Я стремлюсь к свету, я не знаю, к любви. Ну и так далее, да? Ну и важно, есть вот такой лучик, который его заставляет неизбежить. А? Да. Реаконация. Все по-новому считается. Прожил, а потом... Блин, опять же... Ему не попал. Так отдашь его уже, да? Кстати, хорошо, что вы вспомнили Адама и Ева. Да. Вы себе когда-нибудь представляли, рай. И их жизнь там. Представляете, не надо... Не надо идти работать. Если Адама стукнуть по ключу, подойти сзади, он не испугается. Нету, да? Животные все в гармонии. Что делать-то? Чего стремиться? Вы еще выйдете в дополнительные свои знания получаете? Сказываю, все-таки не первая ты была. Еще раз. А что делать? Ну, если все есть. Изобилие. Наслаждался, да? Ну, день бы наслаждался. Два, три. Сама можно сойти. Еще лучше, не кажется. Еще лучше, вечное. Понимаете, как нам тяжело себе даже представить, как можно ничего не делать. Немножко даже так страшно, что ладно. Это как бы, когда свет выключился на дачу-то на море. То есть, мы можем сказать, что первый смысл, сила, ведущая нас, это удовольствие. Так, принять. То есть, получать удовольствие. А вторая. Так как появились другие люди. Копаясь в разных материалах, я наткнулся на японское определение слова смысл. Ну, или сила, ведущая нас. Называется оно икигай. Возможно, вы его слышите. Икигай. И ролик не знаю, как пишется, но слово так. Икигай. Перевод примерно такой. То, ради чего я встаю в утром. То, ради чего я встаю в утром. У них получилось два вектора смысла. Вот те две силы, которые двигают нами. Первая сила, это удовольствование. То, что мы только что сказали. Удовольствование себя, наслаждение. А второй смысл, это полезность для кого-то. Для других. Два смысла. На пересечении получилось четыре квадрата. Четыре смысла жизни, которые видят японцы. Первый смысл. Называется выживание. То есть, мало удовлетворения в семье и мало полезности для окружающих. Ну вот, человек живет в этом смысле. Я выживаю, я зарабатываю, я живу. И поэтому мало удовольствия себе, мало полезности для людей. Если идет дисбаланс, например, больше удовольствия себе. Они называют это стимуляцией. Я стимулирую жизнь, но я мало полезен. Дисбаланс в другую сторону. Когда я больше для других. Ну, самый элементарный пример, извините, это когда мать говорит, я живу родительство. Или человек через щур увлечен в благотворительность. Я сказал слово «черещу». Поэтому он живет в смысле «жертву». Да, то есть, я шляхаю ради другу. И себе, и другим уже задерживаю. Да? И дегаю. То есть, я удовлетворен в себя, и я удовлетворяю в других. Хотя полезен для других. На пересечении получается смысл. Это то, ради чего можно вставать. И это есть. А как это выглядит? Смотрите. Дегарь, просоведение. То, чем я занимаюсь, я в этом всегда. Ну, компетентен. Я в этом профессионал. У меня есть знания, умения, навыки. Которые я могу доказать, показать в любой момент времени. Понятно, да? Как померить, как считаю компетентен? В любой момент времени я могу это показать, рассказать и сделать. Потому что знания – это одно, умения – это другое, навык – это абсолютно. Согласны? Мы много знаем, еще меньше умеем, и еще меньше мы можем показать навыки. То есть, автоматически, ночью разбудить, я это покажу. Так что здесь скорее относятся больше, например, навыки. Мне это нравится. То есть, то, чем я занимаюсь, я это люблю. Ну, как померить «люблю»? Такое слово, да, немножко. Как померить, что работа нравится? Как ощущения? Ну, каким-то внутренним ощущениям. Еще. С удовольствием, да? С удовольствием, да, всего только. Еще, как померить, что мне это нравится. Время проходит хорошо. Хочется заниматься. Есть еще один показатель. Я заберу наперед. Я улучшаю то, чем я занимаюсь. Я чуть позже о нем скажу. Вот когда я что-то улучшаю, значит, это не нравится. Это нужно людям. То, чем я занимаюсь, это полезно. Полезно. Люди от этого получают тоже удовольствие. Материальную какую-то часть, да, тоже их жизнь как-то улучшают. Слушайте, это как померить тоже деятельность, да? Хотя здесь могут быть моменты конфликта мировоззрений. Я об этом хочу сказать. Потому что, ну, например, смотрите. Я против департсов. Это мое мировоззрение. Так? И если я буду работать в фармацевтической компании, да, я не смогу там долго работать. Ну, потому что это не совпадает с моим мировоззрением. А кто-то считает, что он занимается полезной деятельностью. Понятно? Поэтому слово «полезно» здесь могут быть вот такие разнообразные. Опять же, есть черные бизнесы. Ну, котики уже когда-то, да? Там тоже можно подогнать факты, потому что это полезно. Сейчас под любой факт можно найти импорт. Абсолютно. Мир настолько ушел от эталонов каких-то, что очень тяжелый. Поэтому я считаю, что то, что я делаю, это полезно людям. Еще раз, улучшает их жизни. Что-то им дает, что-то привносит в их жизни. Это, пожалуй, будет критерием той самой полезности. И за это платье. Ну, тут тоже такой гибкий очень критерий. Ну, сколько платье? Наверное, так скажу. Мне хватает. Да, потому что всегда хочется больше. Просто мне хватает. Пока. Так, это вот такие пророк. А теперь вы можете сделать упражнение. Ну, практик. Да? Если у вас есть точки, ручки. То же самое начертить на системе координат. Смотрите. Координата вертикальная. Полезность для других. Вознаграждения. То есть, платят. И координат личностная. То есть, я в этом компетенте, мне это нравится. Каждую из отрезков вы можете прошкалировать. Там, допустим, до 10 дней. Каждый из отрезков. Сделайте такую диагностику на момент, здесь и сейчас. Ну, в своей деятельности. Не так, как вы хотите. А так, как и сейчас. Вы никому это не будете показывать. Поэтому честность перед собой должна быть высокой. Прошкалировали и поставили оценку. Например, то, чем я занимаюсь, я в этом действительно силен. Я это могу показать, доказать и так далее. Вот насколько, по вашим ощущениям, вы сильны. Вот от 1 до 10 поставили точку. Мне это нравится. Ощущенческие критерии. Поэтому ставьте точку по ощущениям. Можно так еще. Если бы я этим не занимался, как бы я себя чувствовал? Да, вот так еще можно. Дальше. Полезность для других. Это привносит в жизни людей эмоции. То, чем я занимаюсь. Материальное что-то улучшает их жизни. Тоже поставьте оценку. И за это платье. Идеальный парус. Получается такой парус. Соединяйте линиями. Все четыре точки. Идеальный парус мы видим желтый. Внешний. В середине вы видите синий парус. Давайте разберем. Есть у кого-то такой вот, получается, синий? Есть у кого-то? Нету? А что это за парус синий? Давайте разберем. Что это за жизнь человека? Смотрите, приносит пользу людям. Ему это нравится, но за это мало платят. Не мало получают, а за это мало платят. И он не совсем компетентен. Что посоветуете такому человеку? Поднять компетентность. Да. Какие-то возможно эксклюзивные навыки. Для того, чтобы возможно поднять свою цену. Иногда, когда я задаю такой вопрос, иногда говорят, поднять цену. Потому что, знаете, человек скажет, а я не могу пойти на обращение, у меня денег нет. Знаете, замкнутый круг, получается. Может и так. Может и поднять цену. И тем самым поднять свой профессиональный уровень. Тем не менее, человек, по крайней мере, видит, где он находится. А давайте включим воображение и, смотрите, вот раз, вот такой, например, вот здесь, где нравится на двоечке, где нравится на двоечке. А все остальное, по максимуму, там, девять, десять, что это за жизнь? Что это за деятельность? Приснят? Что за один приснят? Ну, смотрите, он получает деньги. Это полезно. И еще предположения такие. Вот ему это перестало нравиться, то, чем он занимает. А видите, как сразу человек начинает думать. Он сразу хочет рубить с плеча. То есть, надо менять деятельность, срочно, быстро. Но, смотрите, японцы, они же такие, они любят балансы. Ну, я не зря показал именно эту схему. То есть, если он, предположим, перейдет на другое ли деятельность, и какой у него может быть там парус? Менее компетентен, например. Менее полезно, понимаете? Здесь всего надо подтянуть один критерий, а три уже есть. А он может прийти куда угодно. Поэтому, это называется эмоциональным выгоранием. И здесь вариантов много. Отдохнуть. Можно? Что-то поискать дополнительное для себя в работе, чтобы сделать иметь действие. Что-то улучшить. Так. А сменить, если такое возможно, некое обружение. Возможно, оно влияет. То есть, вариантов развития здесь много. Их надо просто пощупать, посмотреть. Но не убить вот так. Сейчас мы все. Заканчиваемся. Так. Вот. Хорошо. Проанализируйте ваши квадраты. Парусы. Вы молодцы. Хорошо поработали. И давайте теперь. Еще раз. Это смысл деятельности. У японцев, как возможно вы знаете, они не разделяют там жизнь и работу. Поэтому у них хики-гай касается их деятельности. Деятельность. Но мы с вами смотрим замечательно. Жизнь живет. И поэтому я предлагаю вам модель качества жизни, модель баланса. Представьте себе, что ваше я, которое вы ощущаете, состоит из трех тел. Тело физическое. Это то, что вы видите в зеркале. Физическое облачение. Тело социальное. Это то, какая вы личность. Кстати, вы свою личность не видите в зеркале. Вы знаете об этом? А где вы можете увидеть свою личность? В вашем окружении, правильно? То есть частицу своей личности. Частицу, которая не полностью, вы можете увидеть в вашем окружении. А можете спросить. Но свою личность до конца вы не можете увидеть как тело зеркале. И духовное тело, которое вообще не зависит. Как вы думаете, когда будет высокое качество жизни? Вот такой простой вопрос. Когда будет все в балансе? И еще. Все высокое. Когда мы чувствуем себя сытыми? Когда мы поели, правильно? Вообще, когда мы чувствуем себя сытыми, в плане голода, когда мы поели, правильно? В чем поели качественно? Водичка. Но это мы заботимся о физическом теле, совершенно право. Такой баланс будет, когда мы все две тела кормим правильной еточкой. Более того, мало я потребил слово «правильно». А кто знает, как правильно? Никто не знает. Мы можем только посмотреть по результатам. И тогда себе сказать, это правильная еда. Ну, например, как вы понимаете, что вы вкусно поели? Получили некое удовольствие, да? Поел, мы говорим, глазами. А как вы понимаете, что вы неполезно поели? Можно не отвечать. Организм вам сразу говорит, сразу, что «дорогой, ты меня не так покормил». Правильно? И вам не надо доказать, что еда неправильна. И никто вам не может доказать, что молоко вредное или молоко полезное. Только ваше тело вам может сказать. Правильно? Ну да, придется поэкспериментировать. Ну, а без этого что? Никак. Поэтому, идея в чем? Есть три тела, которые надо кормить. И по определенным сигналам понимать, правильно ли я кормить. Разбирать для каждого тела. И так, инвестиции в физическое тело. Это, конечно, еда, вода, сон, воздух. Ну, ладно, запишите воздух, хорошо. Запишите воздух, хорошо. Уход за телом, сон, спортивная активность, отдых. Ну, а какая же такая? Перед чем я вам сейчас свое видение расскажу этой еды, я хочу, чтобы вы посмотрели сначала на критерии, по которым я определяю, что я правильно ставил степень. Все согласны? Здоровый вид? Ну, зеркало, я смотрю. У меня здоровый вид. Ну, это может быть критерия? Да, конечно. Ну, да, ну, пускай, кожа там, я знаю, там. Здоровый вид, я считаю, ну, здоровый вид. Дальше. Правильные обменные процессы. Ну, регулярно, все нормально, да? Показатель? Показатель. Отличное самочувствие. Ну, только так. Я целый день себя чувствую хорошо. Нет такого, что там нет. Стабильное настроение. Ядрится показателем? Ааа, гибра. Вот так и не всегда. Что-то говоришь, а вот у женщин по-другому. Ну, ладно, хорошо. Но все-таки какая-то стабильность. Понятно, что размах эмоций большой, больше, чем у мужчин. Но некая стабильность, понятность, она и ваше внуки. Ну, не из серии встали утром, но сегодня такая себе погода, да? Влиять же на настроение. Таксист говорит, я заметил, что когда пасмурно, людей больше словарств, и они же видят какого настроения. А когда солнышко, ну, это называется зависимым. Достаточное количество энергии. То есть вы от того момента, как вы встали, до того, как вы встали, в нормальном противном состоянии. Это показатель. Гибкость и выносливость. У нас есть понятие кризисов. Таких-то, да? Порт-мажоров. То, что нас сбивает иногда с пути. Я умею быть гибким и возвращаться. Что такое выносливость? Ну, физическая, например. Может быть, выносливость? Филиническая. Ее можно померить. Можно померить относительно возраста, меряется по давлению и так далее. И здоровый сон. Здоровый сон – это нормальные сны. Там можно померить, да? Просто. Да, да. Это у меня комбинатор спрашивает. Ну, как там у вас? Я говорю, это нормально у нас, стабильно. Как стабильно? У вас же там будет стабильно. Правильно я говорю, стабильно. Кризис на науке. Их, да, есть стабильность. Стабильно, правда. Все нормально. Когда стабильно что-то, можно идти в управление. Поэтому я возвратился к еде. Сбалансированная еда – вы сами решаете, что для вас сбалансировано. Кто-то ест и еще употребляет дополнительные витамины, добавки и так далее. Ну, считает это сбалансированным. Кто-то четко меряет, кто-то по ощущениям. Здесь нет определенных примеров. Меряйте сами. Вода. Ну, предположительно, мы состоим из воды. Хотя я вижу в детстве такое. Это мне навязали эту мысль, что... Нет, ты состоишь из 80% витамины. Вот, ну, ладно, хорошо. Поэтому вроде как надо пить. Вроде как надо пить воду, 2-3 литра в день. А чай, кофе сюда не относятся. Уход за телом. Ну, давайте так, вот честно. Кто хотя бы раз в месяц каким-то образом... Думает, я не думаю, что украшивает дополнительный за телом. Дополнительный за телом. Сейчас много вариантов. Баня, ства, массажи. Кто? Хотя бы раз в месяц. Женщины в месяц. Молодцы. А почему-то это считается еще женщиной. Она чем-то. Мужчина тоже будет за телом. Правда, что она будет... Спортивная активность сейчас их вот так. Вот любой абсолютно характер и так далее. Кто у нас, как вы видите, рукой спортивно активен. Молодцы. И отдых. Это мое предположение. Вы можете брать свое. Что в году надо отдыхать 4 раза. Потому что смена сезона идет. Солнышко у нас по 3 месяца. Меняют плазы. И необходимо организму помогать переключаться. Продолжительность, сколько дней достаточек. То есть, мысль такая, лучше чаще, но 4 раза. Помните, в советское время, да, 28 дней, ты его год ждешь. Ну, так тоже. Поэтому и всегда рекомендуется выезжать из местности. Именно выезжать. Потому что, смотрите, когда вы куда-то садитесь, поезд, самолет, у вас же по-другому начинают мысли работать. Где-то идеи прикроют голову, вы расслабляетесь. И вот этот выезд тела за пределы города, он помогает немножко втрануть на процесс. Потому что когда мы в процессе, мы не видим нового. А когда за процессом, мы начинаем его наблюдать. Месяц 4 раза нам дал уикенд. Мы хотим деньги, да, можно соединить с семьей, опять же-таки, неделя, обязательно должно быть время одиночества. Но я сейчас сказал слово обязательно, это это себя. Вы можете это принимать, не понимать. Время одиночества должно быть. Вы размышляет. Просто подупить, извините. Вот просто ничего не делать. Информационная тишина. Время моего одиночества. Оно очень полезно. И в день каждые 2 часа это переключение. Различные переключения. Ну я думаю. Вот это мое объяснение этой еды. Если я что-то упустил, посмотрите. Но возврат этих инвестиций, он именно вот такой. Я чё-то могу померить. И вы сейчас можете по ходу, как я рассказываю, диагностировать по возврату. Не по объяснится, по возврату. Всё ли вы делаете. И если что-то не делаете, просто фиксируйте и добавляйте в свою жизнь. Это будет результатом нашей встречи. Социальное дело. Давайте сначала посмотрим на возврат. Я улучшаю то, чем я занимаюсь. Это показатель можно легко померить. В какой-то период времени у меня есть идеи. И я их внедряю. Любой человек на любом месте, в любой профессии может что-то улучшить. Ибо человек это творец. Если он не улучшает что-то, то не так формует своё тело. Более 60% времени я нахожусь в состоянии позитивных эмоций. Здесь я вам хочу сказать такую вещь. Это научная доказательность. Каждый человек чувствует 4 базовых эмоций. Эмоций на самом деле много. И уже насчитали около 200 разных оттенков. Но 4 мы чувствуем точно. Это страх, радость, вовремя. Гнев и горе. Горе и величание. Сколько я назвал позитивных, сколько негативных. 1 в 4. Правильно? И вот так количество эмоций положительных в соотношении, ну если я вам 16, допустим, назову, она тоже базовых, то же самое. Четвёртая часть. То есть человеку давно чувствует больше негативных эмоций, чем позитивных. Поэтому вот это называется профессионализм. Я умею чувствовать больше позитивных. Смотрите, очень простая практика, очень простая. Не на что настраивается всё. Надо просто правильно направить процесс мышления. Когда у вас что-то не получилось, вы о чём думаете? Давайте пример какой-то. Что у вас в последнее время? Кто хочет? Сейчас я на его примере покажу. У вас что-то не получилось. Вы поставили цель. Не достигли. Супер. Убыточная сделка. Первая мысль, которая вам пришла в голову. Почему? Я лоханулся. Вообще супер. Ещё. Надо проанализировать, почему нет. А практика, как вы говорите, настройки себя очень проста. Надо сначала начать думать с того, что вы сделали. Это очень сложно. То, что я сейчас сказал просто, но вы попробуйте отслеживать мысли, которые у вас уже годами. Первая, когда я чего-то не достиг, «Почему?» Или «Я лоханулся вообще». Себя. Представляете, я хочу лоханулся. Или даже анализ. Я сижу, сижу и анализирую, почему, и опять же, почему не получилось. Я сначала анализирую, что я сделал в этой жизни. Что это мне даёт? Мне даёт сохранение эмоций. Первое. Эффективное решение, друзья, можно принять только в положительных эмоциях. Ибо эмоциональная наша система, она когда расстраивается, мы не можем ясно мусорить. Ну, поэтому у нас время хорошее. Что можно им вправлять через эмоции. Но мы сейчас говорим о индивидуальности. То есть, если мы хотим настраивать себя на хорошее, надо сначала думать об эффективности. Я не говорю слово «Я хороший». Я говорю, что у меня есть эффектно-то, что у меня есть. Здесь второй вопрос, который надо себе задать. Что я могу улучшить? Или что было неэффективно? Понятно? Вы поменяете местами. Что было эффективно? А что было неэффективно? И третий вопрос, что в следующем будет по-другому? А вот это уже анализ. Таким образом, бутерброд, называется правило бутерброда, вам дает возможность постоянно быть в положительных эмоциях, не погружая себя в негатив. Негатива достаточно в жизни. Плюс еще сам человек как генератор, он еще сам себя. Идея понятна? Но это показатель. Вы можете взять промежуток времени в любой, неделю, день, месяц, и четко себе сказать, в каком процентном отношении я живу в радости, в каком даже спокойствии не хватит. Именно в более 60% в радости. Помните смысл удовлетворения себя? Это показатель. Финансовая доставка. Какая же показатель? Мне хватает. На что? На вот это. Ну, правильно? Потому что мне дано тело, чтобы оно двигалось в этом мире, передвигалось, как машина. Правильно? Я должен за ним ухаживать. Для этого нужны деньги. Так вот минимум это вот это. Дальше, максимум. Ну, не максимум, а что еще может быть в финансовом доставке? Улучшение того, чем занимаемся. Так, карьера. Ну, карьера может быть горизонтальной, вертикальной должности, а может быть горизонтальной. Что такое горизонтальная карьера? Замена работа деятельности? Возможно. А еще квалификация, да? То есть я накапливаю знания, умения, навыки. Это горизонтальная карьера. Клиенты, партнеры, единомышленники. То есть я смотрю на качество моих клиентов, моих партнеров, и наличие и количества моих единомышленников. Это показатель моей личности. Даша, положительные рекомендации, отзывы. Они есть, во-первых, их количество и качество. В моей жизни она присутствует. Если у вас их нет, их можно запросить в зеркало. Помните? Зеркало — это наше положительное сливочное. И возможно расширение сферы влияния. То есть я влияю сначала на ребенка, потом на супругу, потом моя сфера начинает расширить. Я именно становлюсь влиятельным человеком. То есть что такое влиятельный? К моему мнению прислушиваются. Меня считают авторитетом. И так далее. Это показатели правильной еды. А вот это правильная еда. Инвестиции. Позитивную информацию. еще раз, негативной информации много. Более того, она проникает даже тогда, когда вы выбрасываете телевизор. Она все равно проникает. Согласитесь, потому что мы же по улицам передвигаемся и встречаем знакомого. И не дай бог спросить, как дела. Лучше спросить и уйти. Сразу. Это что же там негативная информация? Поэтому фильм успешное окружение. К сожалению, самый такой пункт для хорошего человека болезненный очень. Ограничить или даже украть из окружения тех, с негативной информацией не открывается и так далее. Просто нам жалко где-то. Может быть, мы называем это дружбой стали и так далее. Но этот шаг в любом случае является пищей для нашей личности. Развитие эмоционального интеллекта. Развитие реакции, контроля своих эмоций, не подавления, а контроля и умения трансформировать свои эмоции и, соответственно, уметь чувствовать и управлять другими. Я думаю, что для трейлеров финансовых развитие эмоционального интеллекта должно быть точно так же, как развитие аналитического мышления. Это мое мнение. Это должно быть 50 на 50. благотворительность. Любовь. Любовь. Это тоже пища. Умение здравомыслить, размышлять. Просто размышлять, как мы сегодня с вами размышляем о счастье, о качестве. Но вместе это хорошо, с тренером это хорошо, надо уметь это еще делать самостоятельно. Задавать себе неудобные вопросы. Вот это и есть размышлять. развитие навыков мы уже говорили, наличие стратегического запаса. Как вы думаете, что это? Помните, как это? Свадьба в Малиновке. А Павел, у него нет стратегического запаса. Финансы, конечно. Финансы и любые другие материальные вещи. Когда у меня есть запас Биоэнергетики говорят, что он привлекает, приводит, приводит все остальное. Можно так рассуждать, можно с точки зрения не было эмоционального спокойствия. Финансовые инвестиции в личность. Я имею сейчас даже просто в личность свою. Знание где же. Или действительно финансовые инвестиции. идеи и авторства. Постоянно думают над улучшением, постоянно думают над авторскими какими-то вещами. Даже если они похожи на что-то. В мире сейчас тяжело что-то новое. Но я за то, чтобы в процессе размышления что-то привносить, а не искачивать мне рассказать. Это как множество духовное. Давайте посмотрим на вопрос духовно развитый человек у него отсутствуют глобальные страхи. Что глобальные страхи? Страх оценки. Что обо мне подумают люди? Страх оценки. Страх совершить ошибку. и так далее. Глобальные страх одиночество, страх нерастребованности вот такие которые нас очень сильно цепляют. Прорабатывать их можно разными духовными практиками. Тут выбор тоже огромный. медитации есть книги и так далее. Есть музыка. Уверенность и доверие в себе. Я чувствую уверенность и я прежде всего себе доверяю. Это ваш показатель внутреннего. Я проекдаю творчество, я проекдаю авторство, у меня есть идеи. Это все относится к духовному телу. Потому что творчество, творческий канал это дополнительное. Если я улучшаю то все в порядке. Быстрое принятие качественных решений. Интуиция. Для трейдеров любится тоже. Чем творчество? Инвестиции. Выполнили. Творчество. Заниматься можно творчеством. Развивая правое повышали. Не только аналитическое левое, но и правое. Таким образом вы становитесь мега эффективным. Когда вы получали получаются на назад. Назад? А, это вперед. На. Заниматься авторством, то есть что-то свое разрабатывать. Чтение понятно. И, смотрите, то, что не делает обычно взрослый человек, он эликсирует свой опыт. Но, как я уже сказал, мы думаем, когда мы даже рефлексируем, о чем мы думаем сразу? О плохом, потому что негативные эмоции живут дольше. И вот здесь вы можете записать вот тот принцип, при рефлексии своего опыта я думаю прежде всего о том, что у меня прошло, в чем я силен, что я могу развивать еще, а потом уже все остальное. Таким образом, эта рефлексия будет полезнее и для эмоциональной сферы и для интеллектуального. Это пища духовного тела, которая возвращает вам вот это все. Таким образом, давайте вернемся сюда, все три тела, зелененькое вы их питаете, красненькое получаете, и вы в каждом моменте можете точно сказать, моя жизнь качественная. Почему? Почему ваша жизнь качественная? Потому что везде и вы перечисляете. И вы это можете доказать, показать, а не просто я так считаю везде. Понятно? То есть такая аналитика внутреннего мира человека. Видите, это же бывает. Кто не хочет это все запоминать, я вам там три критерия. Вот не хочет. Все вот это. Давайте попробуем с вами как вы считаете? Три критерия, которые точно отвечают за качество жизни. Здоровье. Хорошо. А что такое здоровье? Кто сказал здоровье? Вы сказали. Что такое здоровье? Видите, и так все отвечают, ну, большинство. То есть для меня здоровье это не болеть. Если должно быть для меня здоровье это световые хорошие самочувствия. Вот приучили нас. Радость, бодрость. Вот первая реакция это не они болеют. Вы болели в этом месяце? А в этом месяце кто болел? А кто на этой неделе был вакликером? Честно. А кто здоров? А как померить? Это не очень тариц. А. Хорошо, здоровье я услышал. Что еще? Финансы. Финансы. Распитие. Тяжело померить. Тяжело померить. Тяжело померить развитие. Бражды может сказать не развивание. Семья. Итак, давайте посмотрим. У вас всегда есть идеи. Вы всегда улучшаете то, где находитесь. Вы испытываете положительные эмоции, сильные энергии, так здоровьем и финансовым. Это три критерия, если не хотите керсить. Ну а вообще, кто не хочет даже эти три запомнили? Нет. Ты на самом доехе. Такое. Осознанно. Как его подъявить. Осознанно. Осознанно. Есть еще счастье. А интерес вам задать? Да, да, да. Задаю ситуацию, чтобы вы запомнили это. Представьте себе, вы видите, едете в неком поезде скоростном, вам ехать 8 часов. Я уже так делаю ограничения. У вас с собой ничего нет, ни книги, ни телефона, ни ноутбука. Окно завешено, вы ничего не видите в окне. Вам ехать 8 часов, спать нельзя. Вопрос. Вот просто себя погрузите в это состояние и туда, ну хорошо, окно есть, но там, допустим, немного. Вот, что вы не делаете? А кто-то еще с собой есть? Нет. Есть идеи. Хорошо, хорошо, есть идеи. Так? Думать о чем? Помедитируйте. А нет, гнездо. Тяжелая ситуация. Так вот, с собой, правильно. Если вам интересно самим собой, это есть основной критерий качества интересно самим собой. Потому что, если вам неинтересно, или у вас спокойное настроение, спокойное настроение, чувство, нет энергии, у вас нет идей, вы не размышляете и так далее. Не любите себя, не любите свое тело, это все предыдущие критерии, которые влияют на это. Это для любителей минимализма. Значит, экскурсия по сумасшедшему дому. Здесь у нас буйные, мы их привязываем в поле, здесь у нас ролевые Чапаевы и так далее. И с ними мы так справляемся, мы с ними играем. То есть с Чапаевым и мы патроны, патроны. Понятно? То есть включаем их в игру, чтобы они в этой игре не играли. А здесь у нас счастливые. Мы их не трогаем. Друзья, будьте счастливы и знайте своих врагов в лицо. Первый враг это запах. А я про качество про счастье. Это самый главный враг, что ваша счастье у вас что качество. То есть запах. 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 Я сделаю это, 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 это и так далее. Что помогает? Друзья, качество. Практика. Практика я имею ввиду не бояться экспериментировать, не бояться страктиковать что-то. У вас у кого есть что изменить, исходя из нашей встречи, того, что вы услышали? У кого есть что изменить? Не, поднимите это. Это важно. У каждого есть что принести. У меня вопрос, когда вы это сделали? А, и речки. Правильно. То есть первый раз у вас работают, вы это сделаете завтра. Правильно? Но у вас есть на самом деле 72 часа, чтобы действительно это сделать. Потому что если вы в течение семейцев двух часов не сделаете хотя бы маленького шара, маленького, абсолютно маленького, 85% что вы этого не сделаете никогда. Эту статистику вывел не я, она где-то ставлена самая книжка, но она проверена. Я не доверяю в принципе, но на себе на других я проверяю. Если человек не сделал в течение трех дней нечто, что продвинет его за, он не сделает этого нечто. Поэтому да, есть завтра, но лучше это сделать что-то сделать уже сегодня. Напишите, что вы сделаете сегодня. Можете. Самое кривое, легкое, самое доступное. Замки. Невозможно добиться чего-то перебрыгивая через путь. Здесь терпение, здесь трассоустойчивость, здесь понимание, что я живу со смыслом, я стремлюсь к качеству, а качеству нельзя добиться того, так вот, так вот, так вот, так вот. Если мы возьмем историю автомобиля и посмотрим в таком быстром ролике брата, это будет последователь, что-то добавлялось. И постоянность. Вся эта еда, которую мы с вами разобрали, это не на неделю, не на день, это постоянность. Это можно отслеживать очень легко, достаточно. Я надеюсь, что не сильно все-таки сложнее, сам ее все просто и и последнее. Техника такая на повседневное абсолютно вам пользование формула достижения бездонной. как мне добиться результата или, что вам будет наверно интересно, как мне проанализировать результат. Вы уже знаете принципы, С чего начинается, с какого вопроса? мы должны осветить свои мысли, о чем я думаю в данный момент. Если я думаю о каком стоп себе, так, что было эффективно, что я сделал уже, что я получил, какой вывод в урок, так, Стас, вывод в урок, давайте потренируемся. Вы купили новое седьмой плюс и в этот же день его разбили дребезно, не подлежит восстановление. Первая мысль. Блоканулся я вот так. Зачем я его покупал, да? Ну, Карпу я чистил. Карпу почистил. А? Еще, еще вариант. Какой молодец, что я его купил. Тяжело, правда, в таких ситуациях включать позитивное мышление и искать. Но надо сделать, задать себе вопрос. Что в этой ситуации эффективно? Да. Что в дребезге? Что, ну, не знаю, давайте кое-что подтверждать. Люди не будут завидовать. Отлично. Вариант. Я в следующий раз не буду такой дорогой покупать. То есть, это вывод на лун. Ну, смотрите, я же думаю как бы о хороших вещах. Понимаете, меня продвигающих, а не наоборот. Блин, зачем столько денег, мой дурак, и так далее. Вопрос, начало, от чего вы начинаете думать. Это и есть мысли. Какой опыт вывод. Опыт, да, все что угодно. Выводы, опыт, уроки. А какие возможности мне это дают. А теперь я еще заработаю. То есть, я найду до себя историю. Это будет моим мотиватором. Восьмой. Какие у меня мотивы. Какие у меня мотивы. То есть, зачем я это делаю. А здесь можете вспомнить про смыслы. Вытворение и полезность. Два смысла, три силы, ведущие предназначение. Я бы даже сказал, не обязательно знать предназначение. Важно понимать силы. И относительно этого металлона соизмерять свои мотивы. Для себя, для других. И тут есть смысл. Что мной движет? Если за ровно. Если отвечать, мной движет за ровно. Это что? Нет, удовлетворение. Удовлетворение, да? Себя? Мною движет за ровно. Если я себе так отвечаю. А если я говорю, мною движет за ровно, так, чтобы с семьей поехать путешествовать. Чувствуете, уже добавляется определенный смысл и мотив меняется. Правильно? Ты говоришь дальше в своих мыслях. Если я поеду путешествовать, мой сын увидит страну, я сейчас эфразирую, Египет, что позволит ему узнать историю. Смотрите, своих мотивов я продвигаюсь еще дальше. Вы понятны идеи? Нет? То есть искать не поверхностные мотивы, а истинные, которые будут будет интеград. Можно далеко идущие последствия, можно какие-то ближайшие, но они дожди вас загоражатся. И то, что вы уже знаете, действия, которые надо сделать в течение действия. Поэтому, когда мы меряем результат, которым мы не удовлетворились, мы анализируем свои мысли, свои мотивы и достаточно другое действие. Простая формула, есть, когда нам на пульсе едем, на себе которые можно применять. Вопрос! Вопрос! Я на этот пункт. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, относительно тематического тренинга, в частности, я сюда поставил партнербол, чтобы упали на секунду и скажем, не интересно, но полезность для общества на общество это? Вообще, для общества это не только полезность а, только на все, я понял. Полезность для общества? Да, ну, ответственно в этом случае давайте подумаем. Во-первых, занятость. Занятость населения. Ну, вы же занимаетесь этим. Смотрите, если бы не было этого вида деятельности, вы бы им не занимались. То есть, рабочие места даже занятость. Ну, это мию, правильно? Ликвидность. Подсказывает, ликвидность увеличить. Движение денежной массы, настроение. Если людям не давать повода для новостей, они с ума зайдут просто. Так же? Рынки обваливаются. Вау! Молодцы! Мы живем, мы чувствуем. Рынки поднимаются. Понятно? То есть, народ живет с этими новостями. Давайте еще подумаем. Когда еще полезность? Ну, кто-то зарабатывает. подожди, зарабатывает. Движение капитала. Движение капитала. Пример для других тут подсказывает. Пример для других личностного профессионального роста. Потому что это очень сложный вид деятельности. Вы спросили о полезности. Мы сейчас полезны всем. Полезно. полезность для людей, что человек, который развивается, здесь развивается. Развитие людей. Аналитического мышления. Вы на себя определили? А задумались о полезности? Я для себя составил парус и полезность. Я понимаю, что мы у вас это еще нормально. Меня коллекторская компания спросила, о чем вы полезны. Но мы нашли. Полезность. Видите, даже ваши эмоции это уже полезно. Существование их приносит интерес. Люди учатся аргументировать как не платить. Разрывать свои мышцы. Люди учатся убегать. Знаете, таким образом население занято и происходит нормальная эта. Людей надо занимать. Помните маляшонки? Да. С ними надо играть. Счастливых не трогать. А с остальными надо играть. И потом придумают игрушки. Ладно. Хорошо по философу. Еще вопрос. Что вы делаете с тобой? Где все вещи? Где все вещи я контролирую или я делаю? Конкретно все контролирую эти вещи я делаю. которые там. В какой-то мере возможно в сравнении с кем там мало. Ладно, что я это все. А проконьяк что? Классно. Так, а хозы или только не проконьяк? Не знаю, у меня подозрело исчезло. Но я на полоте живу и у нас с рынка живая рыба еще кто-то заморожен. И я спрашиваю у продавца который заморожен от рыбы. Они все позакрывались. Потому что браконьеры этим занимались. А я пожалел. потому что я слышу а нет. А вот когда стояли протегниры так называемые там плохо. Так что с моей точки зрения это было плохо. То есть зрение природы ой, хорошо. То есть зрение природы это плохо. Но я с какой стороны не знаю. Но я не знаю. Не знаю. А опять же Вы тогда скажите, парус не трогаете, вы берете следующий модель в балансе, где три дева у нас. Новые цели надо ставить. Понимаете, все книги пишут, что надо ставить цели, это показатель развития. Я пошел от обратного, а если не ставить цели, если я счастлив? Вот это цель, цель, цель. Я не должен ставить цели. Вот если вы говорите, у вас парус этот, недели 10, ваши дети сбалансированы, ну поживите, порадуйтесь. Ведь мы, смотрите, в чем проблема? Мы когда ставим цель, мы начинаем от нее зависеть. То есть если мы ее достигнем, хорошо, не достигнем Бога. А где процесс? Наслаждение. Наслаждение, наслаждение процессом. Осознание, это слово. А и то, и другое. И то, и другое. Просто люди целеполагаться, они на цель вот, целеустремленные вот эти, знаете, которые не придерживают дверь в метро и вас сносят обратно на платформу, потому что у него есть цель. Опасные люди очень. Водители, которым, у него одно правило, мне надо, цель, а где процесс наслаждения? Да, посмотрите видеоролик, возможно, вы его видели в ютубе, австралийская бегунья, как она наслаждается процессом и как она достигает такого результата. Мы с понятным? Так что порадуйтесь, поживите в этом, насладитесь. Дальше придет понимание, куда двигаться, вы увидите. Но специально не надо ставить, что, ой, я всего достиг, надо же дальше что-то делать. Побудьте в районе чуть-чуть, понаслаждайтесь. Еще вопрос, есть? Да. Положительные вопросы. А сейчас я вам скажу, что в городе, в городе, в городе, в городе, в городе, в городе, в городе. В городе, 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 в городе Именно мечтаете не цепь ставите, а мечтаете о чем-то хорошем, правда? Но в ваших картинках хороших мечтах существует, что у меня не получится. Это просто мечта. Например, вы хотите куда-то поехать, да? Вы мечтаете, вы живете в положительных эмоциях, вы показываете своему телу, когда вы в положительных эмоциях, как там ему будет хорошо. А если вы будете просто мечтать, то это не так происходит. Это на примере мечты. А для чего жить в положительных эмоциях? Я просто сказал, что больше 60, и вы в положительных эмоциях. И специальная эмоциях. И специальная эмоциях. Да. Дорогие мамы и папы, пишет вам ваш сын дядя Федор из Шаолини. Я отказался от оценочных суждений, и поэтому моя жизнь влекала. Просветленное состояние, спокойное. Да. Но все равно эмоционирование лучше и спокойное. Потому что в спокойном состоянии мы как-то и не живем. Нет? Помните, как в фильме «Зеркало два лица» студенты спросили… Вернее, идет урок про любовь. И они поздравляют, и они спрашивают. То есть, если любовь доставляет боль, почему люди тогда откликаются снова и снова? Нет. Потому что, когда это происходит, это чертовски здорово она говорит. То есть, мы гонимся, да? Гонимся за определенные ощущения или, да? Важно, чтобы… Баланс. У нас есть адреналинчики такие. Они гонятся за ощущения, правила, да? Плюс добавляем фразу и думаем о том, чего хочешь. Поняли? Это однобокая, ну, как бы, одна часть фразы. Довольствуйся тем, что есть. Чтобы не было гонки и стресса. Но думай о том, чего хочешь. Вы это говорили? Не. Довольствие с тем, что есть. Довольствие с тем, что есть. И что я могу улучшить? Все-таки два вопроса. Что я могу улучшить еще? Потому что первый вопрос может привести к бездействию. Я доволен, и все. А второй вопрос меня толкает на что-то улучшить. Ну, я ответил... Нет, нет, тут вопрос был, тут вопрос был, вот, к примеру, в этом парусе. Маскер девятки-десятки. То есть смысл есть в деятельности. Меня спросили, а есть ли смысл нас повышать? Ну, я бы сказал, нет, а вот, побудьте в этой деятельности. Это другое, это совсем другое. Не просто довольствие, он в балансе. Ему нравится то, чем он занимается, за это платит, это полезно. И он в этом капитете. Думайте, что можно улучшить. Не куда идти дальше, а что улучшить? Там, где вы находитесь. Понимаете, вот хороший хозяин дачи, он выходит утром, и у него первый вопрос, что я могу улучшить, да? Ну, другой может довольствовать. Но тот, кто хочет развития, он выходит. Там, где-то вопросы, нет? Давай. Я недавно в передаче посмотрел, где-то, про медицинскую манихуа. Где-то в Америке или где-то? Легальные препараты, улучшающие память? Нет, правда, я посмотрел передачи, я не знаю, насколько там это все правда, но там четко было сказано, что все современные изобретения, они по-моему, вот этими вот этими вот этапами и так далее. Да, без этого, говорят, не будет эфора. А улучшающие память таблетки не знают. А что, проблема? А видите, как хочется побыстрее, да? Это когда мне интересно. Это когда мне интересно. Это минимально. А, друзья, ну тогда я вас всех благодарю. Спасибо, что были активны. А мы благодарим Барса и Стали. Спасибо вам большое за очень интересный семинар. Ваше выступление было безумно полезным, я думала, для всех. Поэтому спасибо, вам вдохновение создавать новые темы.